Ненецкий округ присоединился ко всероссийской акции «Экологический субботник. Зелёная Россия». Порядка 30 добровольцев вышли в этот день на уборку лесного массива в окрестностях города. К акции присоединились волонтёры, сотрудники молодёжного центра, представители регионального отделения «Молодая гвардия» и члены общественной молодёжной палаты при администрации города. В этом году всероссийская акция посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. По всей стране 29 августа от Камчатки до Калининграда на уборку вышли более 5 миллионов человек. В нашем регионе масштабы не столь велики, но молодёжь внесла свой посильный вклад в общее дело. По рекомендации это должны быть либо скверы, парки, памятные места военные. У нас парки все находятся в надлежащем виде, поэтому там убирать нечего. Либо второй вариант был лесные массивы. Выбрали молодёжную поляну, потому что здесь постоянно проходят мероприятия окружного. И постоянно это место является сбором для молодёжи. Место пользуется популярностью не только у молодёжи, но и у отдыхающих, которые не всегда следят за чистотой леса. На местах пикников оставлены пластиковая посуда, бумага, полиэтиленовые пакеты, бутылки и даже бочки. Чтобы разложить простое бумажное полотенце, необходимо 2-3 дня. Для пластиковых бутылок и одноразовой посуды понадобится от 100 до 200 лет. Для алюминиевой банки – 500, а стекло разлагается более тысячи лет. Чтобы не оставить потомкам горы мусора, необходимо усвоить всего одно правило. Чтобы они сразу же приезжают куда-то, чтобы пакеты брали с собой, всё выкидывали, уже выкидывали на контейнеры специально есть. Но, видимо, немногих заботит сохранность нашей ранимой северной природы. И поэтому волонтёры ежегодно собирают сотни килограммов мусора. В ходе субботника «Зелёная Россия-2015» добровольцы в окрестностях Наринмара собрали 30 мешков с отходами. Их вывезли на свалку машинами предприятия «Чистый город». В следующий раз акция «Зелёная Россия» пройдёт ровно через год. В конце августа неравнодушные жители региона могут присоединиться к активистам и очистить ещё один кусочек нашего северного края.